Всем привет, друзья! С вами Диман Ванпойнт, и сегодня мы поговорим о том, что скоро будет в Forza Horizon 4. Но сразу же говорю, всё, что здесь будет озвучено, это слухи, которые я насобирал на различных форумах Reddit, на форуме Forza и в других сообществах, где находятся игроки Forza Horizon 4. Наконец-то у нас закончились игры фестиваля, и будут новые. Это у нас будет называться Series 9 Update, то есть, да, друзья, это получается новые игры фестиваля, у нас новое обновление игры, а это значит, что у нас будут новые автомобили, но и самое главное, у нас будет расширение карты, а это значит, что добавят, скорее всего, какой-то новый остров, и сегодня мы об этом поговорим. Но прежде чем мы это сделаем, я вам хочу напомнить то, что у меня есть канал на миксере, там у меня проходят прямые трансляции, причём прямые трансляции там проходят достаточно часто. Вот, например, сейчас вы видите нарезку из стрима, который был вчера, поэтому да, друзья, если вы не подписаны там, то обязательно переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на этот канал. Почему он мне так нравится и почему я вот вообще выбираю миксер? Всё потому, что иногда у меня нет возможности начать стриминг через ПК, а играю я постоянно на Иксбоксе. Миксер встроен в мой Иксбокс One X, и я могу внезапно просто взять и начать стримить, а это бывает очень нужно, чтобы, например, вы мне помогли пройти какую-нибудь мультиплеерную катку, либо какое-нибудь задание в Forzafone и так далее. Поэтому все ссылочки в описании, подписывайтесь на миксер и будьте в курсе моих прямых трансляций. Итак, как я уже сказал, игры фестиваля прошли, но на удивление не так много каких-то очень интересных автомобилей было за это время. Например, мы получили просто шикарнейшую Ferrari 599XX Evolution, с помощью которой можно развить скорость аж 500 км в час. И это получается новый рекордсмен по максимальной скорости. Но, например, весна, как мне кажется, подкачала, потому что там нам дают вокс-холл Корса и костюм зайца, приуроченный к Пасхе. И я ещё тогда озвучил то, что это максимально странная хренатень, да и сейчас, когда я этот костюм получил, я понимаю то, что, ну, типа, камон, зачем? Ладно, со старыми играми фестиваля мы заканчиваем, а теперь переходим к обсуждению уже обновления грядущего, которое вот будет уже буквально прямо вот сегодня-завтра. Кстати, насчёт сегодня-завтра. В 8 часов по МСК должна быть трансляция от Playground Games, где они покажут, что нового будет в этом обновлении. Но уже где-то в 9-10 часов по Москве, скорее всего, это обновление уже придёт на наши консоли и ПК, если у вас, конечно же, есть Force Horizon 4. Итак, друзья, что может быть в этом обновлении? Почему я говорю, что может быть? Потому что, опять же, это всё неподтверждённые слухи, но, тем не менее, доля правды в этом есть. Как я уже сказал, будет новый остров, и некоторым с Реддита кажется то, что это может быть ещё один остров Hot Wheels, и вот почему. Дело в том, что дополнение Hot Wheels для Forza Horizon 3 вышло 9 мая, и, как вы понимаете, это практически та же дата апдейта, который вот будет сейчас. И Playground Games и Turn 10 Studios могут сделать такую небольшую отсылочку к тому обновлению, и сделать новый остров с рампами из Hot Wheels. Почему бы и нет? Ведь это будет отличный подарок к их сотрудничеству, потому что мы все знаем то, что машины Hot Wheels ещё появились в Forza Motorsport 6, потом они появились в Horizon 3, потом они были в Motorsport 7, и, естественно, они присутствуют в Forza Horizon 4. Поэтому вот это всё может быть такое небольшое предисловие к тому, какую карту мы получим вторую по счёту. Ну да, потому что как бы первую карту мы уже получили, если вы вдруг забыли, и называется она Fortune Island. У меня, кстати, прохождение есть этого DLC, поэтому вот тут вы по подсказочке можете перейти и посмотреть полностью, как там всё это было. Также поговаривают, что могут добавить магазин одежды. Да, то есть одежда теперь не будет выпадать только из велспинов, можно будет пройти в специальный магазин и купить. Такая фишка уже плюс-минус реализована в Forza Motorsport 7. Там мы можем также покупать костюмы для пилотов за наши кредиты, за нашу валюту. Здесь почему бы это не вести? Потому что атрибутов одежды у нас намного больше, и, следовательно, будет куда девать деньги. Потому что лично у меня там несколько миллионов, которые я уже не знаю, куда потратить. А так, если можно будет купить какую-то шмоточку, как раз вот можно будет вкинуть какую-то сумму. Потому что лично я в Forza Motorsport 7 почти все деньги сливал не на тачки, а на различные костюмы для персонажа. Единственное, я очень надеюсь, если они это сделают, если они введут вот это все дело с магазином одежды, то там будет нормальный шмот, и, может быть, они заключат договоры с какими-нибудь там Adidas, Nike и так далее фирмами, чтобы это все было, ну, как-то, ну, да, пускай это будет как Sims, но чтобы это хоть как-то реалистично выглядело. А то вот всякие, реально, костюмы зайцев, ну, это далеко не для каждого. И такие любители, конечно, есть, и мультиплееры я их часто вижу, но, серьезно, мне хочется какой-нибудь красивый комбинезончик реального пилота, например, вот как это было с Кеном Блоком, либо что-то такое вот похожее, чтобы это было из реального мира, и многим хотелось это получить. Блин, костюмы зайца прям не могу, что за ужас. Насчет новых тачек. Они 100% будут в этом обновлении, потому что все-таки у нас начинаются новые игры фестиваля, там нужно будет добавлять какие-то машины, за которые будет хотеться выполнять все эти челленджи и задания. Но пока что неизвестно, абсолютно неизвестно, какие это автомобили будут. Как мы заметили по предыдущим играм фестиваля, тачки они в основном водят из предыдущих игр серии Форса, и лишь несколько машин появляются каких-то новых. Если вы помните, опять же, в предыдущих играх фестиваля, ну, уже как бы предыдущих, были Мерседесы. Два новых Мерседеса, если я не ошибаюсь. Здесь же, что будет пока, вообще неизвестно. Опять же, ждем сегодняшнюю трансляцию. Но, в принципе, я полазил по сообществам, посмотрел, что люди вообще хотят увидеть, и вот какие тачки они ожидают в скором времени в Форзе Хорезен 4. Lamborghini Huracan Performante. Достаточно прикольная тачка, но, опять же, еще один Huracan, не знаю. В принципе, если на него запилят какой-нибудь прикольный обвес, потому что, в принципе, на Huracan достаточно много обвесов, и это все можно увидеть на просторах интернета. Если что-то будет такое, то это будет реально круто. Опять же, обвес от мужик, прости, Менсори. Было бы достаточно круто увидеть все это дело, но, опять же, добавят, не добавят, это я не могу знать, это всего лишь хотелки фанатов игры. Ferrari 488 Pista. Достаточно много людей ожидают эту машину, и, естественно, они ожидают ее после появления в The Crew 2. Да, там эта машина есть, она показывает себя вполне себе неплохо, но я бы не сказал, что это какая-то суперинтересная машина для Форзы, потому что, как вы заметили, в Форзу все-таки стараются добавлять те тачки, которые вот чем-то примечательны, у которых какая-то есть гоночная история. А Pista, ну, типа, новая Ferrari, в принципе, можно. Bugatti Divo! Вот это вот машина, которую все точно ожидают. Еще одна Bugatti. Мы уже знаем то, что есть в игре Bugatti Chiron. Она сначала добавилась в Motorsport 7, потом она появилась в Horizon 4, но вот Divo, это уже, я считаю, другой уровень, потому что она реально очень красивая. В той же The Crew 2 эта машина показывает себя очень хорошо, управляется прикольно, звучит, ребята, звучит она просто потрясающе, поэтому это, наверное, всего лишь одна из тех машин, которую прям круто посмотреть в The Crew 2, пока она эксклюзив. Так что поищите обязательно геймплейчики, реально, звук там офигенный. Hennessy Venom F5. Вообще, в последнее время я что-то заметил, то, что Hennessy как-то мало мелькают в играх серии Forza Horizon. Вообще, эта машина достаточно быстрая. Да, немножко она нервная, чтобы ей как-то можно было удобно управлять, но, тем не менее, я знаю то, что есть фанаты этой машины, и если бы туда добавили, ну, в Horizon 4 новый Hennessy, то это был бы определенный плюс, и как минимум я бы на этой тачке точно покатался, потому что, как я уже сказал, они славятся своим таким резким нравом и довольно сложной управляемостью, поэтому обуздать эту тачку хотя бы в Horizon в аркадной версии Forza было бы очень неплохо. Также много людей, на удивление, я не знаю почему, но, тем не менее, ждут возвращения Roof. Для тех, кто не знает, это немецкий производитель спорткаров на базе Porsche, и некоторые почему-то думают, что это просто Porsche для другого рынка. Но нет, друзья, Roof это, по сути, отдельная вообще компания, которые достаточно сильно прокачивают машины Porsche. Например, Roof CTR, купе на базе Porsche 911, благодаря своей мощности и весу мог разогнаться до 340 км в час, и он являлся самым быстрым автомобилем серийного производства с 1987 по 1991 год. Также эту машину еще звали Yellowbird, или по-русски «желтая птица». Эта тачка была в Forza Horizon 2. И уж поверьте мне, друзья, она рвала трусы прям очень хорошо, никакой Porsche там с ней точно не сравнится, потому что все-таки здесь тюнячечки. А тюнячечки, как вы знаете, это рулевая, по крайней мере в Forza. Ну да, она была не только в Horizon 2, а то я знаю, многие любят придираться к моим словам, но просто в последней игре она была в Horizon 2, в одной из последних игр. Tesla Roadster 2020 года. Суперновая машина. Вообще не знаю, в каких играх она есть. Мне кажется, ее пока что еще нигде не добавили. Но, тем не менее, много народу ее ожидают. И это логично, потому что Tesla у нас присутствовала в предыдущих частях в Forza Horizon, по крайней мере. Но почему-то ее вроде бы убрали из Horizon 4. Опять же, я точно не знаю. Я ее в Horizon 4, по крайней мере, я не видел. Нигде там на аукционах, в вилдспинах она мне не выпадала. Это и, в принципе, на дорогах мультиплеере я ее тоже не видел. Поэтому мне кажется, что Tesla все-таки убрали. И было бы отличным возвращением именно вот этот вот, как это назвать даже, концепт. Или новый автомобиль от Илона Маска. В общем, это было бы круто. Потому что, в целом, машина может разогнаться до максималки свыше 400 км в час. Как вы думаете, это пригодилось бы в Horizon 4? Я думаю, пригодилось бы. Конечно же, очень много народу хотят DeLorean DMC-12. И я в том числе. Если что, эта машина уже была в серии игр Forza. И была она последний раз в Forza Motorsport 4. Не сказать, что эта машина прям какая-то очень нужная. И то, что у нее там есть какая-то гоночная история. Нет. Мы все знаем, что эта машина прославилась только благодаря фильму. Но, тем не менее, судьба у этой тачки была достаточно тяжелая. Взять только тот факт, что создатель DeLorean DMC-12, чтобы как-то прожила его компания, в одно время начал даже торговать наркотиками. Ну, это просто жесть. В общем, я считаю, чтобы эта машина появлялась как можно больше в новых играх жанра гона. Потому что об этой тачке нельзя забывать. Она просто икона, наверное, нашего времени. Да и не только нашего времени. Еще, конечно, я бы очень-очень хотел, чтобы они вернули Toyota. У меня в сердце кровью обливается то, что там вот недавно в Gran Turismo Sport добавили AE86. И, кстати, на удивление, там эта AE86 ведет себя очень реалистично. А уж поверьте, я это знаю, потому что я уже довольно-таки много раз катался на реальной AE86. И, поскольку у нас теперь есть соревновательный дрифт-режим, было бы круто, если бы они вернули хотя бы Supra и AE86. Потому что это два автомобиля, которые для дрифта вот просто... По крайней мере, в Horizon 3 они были шикарны. Шикарно можно было их прокачать и зачунять по дрифту. И прям вот это вот было наслаждение. Но, к сожалению, как вы знаете, в Horizon 4 Toyota не стало, так же, как и Lexus. Но, честно говоря, если выбирать между Lexus и Toyota, я бы хотел, чтобы вернулись Toyota. Причем, если бы они вернулись вот с таким шиком, вместе там с чайниками, Mac'ами и, там, не знаю, с Altez'ами. Это было бы прям максимально круто, потому что, наконец-то, у нас было бы разнообразие прокачки машин для дрифта. Потому что, ну, то, что происходит сейчас, все, в основном, прокачивают Nissan и Mazda. Некоторые там прокачивают всякие Ford'ы. Но это все все равно не то. Это все равно не то. Нужно, чтобы пришел какой-то вот в дрифт режим дух улиц. А, к сожалению, те машины, которые мы сейчас располагаем, они этот дух не совсем передают. Toyota реально не хватает. И было бы замечательно, если бы они вернулись. Но пока что это все мечты, и приходится этими машинами наслаждаться пока что из новых игр, только в Gran Turismo Sport. А какие вы машины хотите увидеть в Forza Horizon 4? Обязательно пишите это в комментариях под видео. Ну, а также, не забывайте подписываться на канал и жать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые ролики. Также, если вам понравилось это видео, то я надеюсь, что вы уже поставили лайк. Ну, а у меня на этом вся информация. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Дима Ванпойнт, и всем, конечно же, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok